Всем привет и добро пожаловать на канал Плэйт Хоу, мы с вами продолжаем наше косметическое выживание. Я решил за кадром немножко повозиться с базы, решил перестроить, переделать, как-то найти оптимально интересные для себя моменты. Я скажу даже более того, чтобы не тратить ресурсы, я сидел ее чертил на бумаге и в общем я нашел для себя оптимальный вариант. Я сделал некий каркас за кадром, я не стал его записывать, потому что это была действительно многочасовая возня. Но остальную как раз таки тот самый момент наращивания базы мы будем уже делать с вами постепенно в каждом наверное из видео. Либо может быть даже будет отдельная серия тому, что у нас с вами будет создаваться. Ну а то, что получилось, я вам сейчас покажу. Во-первых, она у нас теперь больше не грибок, но это временно, обязательно мы с вами его дело подстроим и сделаем, потому что на втором этаже я хочу себе сделать личную комнату. Как это все дело визуально выглядит внешне со стороны я вам покажу чуть позже, а сначала давайте просто заберемся в эту базу. Ну, надеюсь она вам понравится, надеюсь вам будет ясен и интересен посыл и соответственно самое главное вы меня поддержите лайкосом, потому что это действительно были несколько часов боли и страдания. А, кстати да, по поводу значков, у нас теперь база желтого цвета, мотоцикл у нас теперь зеленого цвета, а все что касается воздуха у нас синего цвета. Ну а все остальное оставил белое, решил не заморачиваться. Значит, при входе в базу нас с вами сразу же встречает монитор, он у нас показывает количество энергии, кислорода и шанс пробоины. Шанс пробоины вы наверное видите, да, он очень большой. Дело в том, что как раз таки вот здесь рядышком, помните мы с вами тут пролетали, между нашей базой и кучей этого самого майонеза, вон там летало огромное количество свинца. Естественно я его собрал и с помощью инструментов уже сделал усиление корпуса. Как это выглядит внешне я вам покажу чуть позже, когда мы отсюда выберемся. Значит при входе нас с вами встречают три генератора, мы здесь с вами вырабатываем энергию. Правда этого походу будет маловато при учете в том, что мы будем строить новые еще какие-то корпусы, новые объекты. Сейчас у нас еще запас есть 45 и кислород шестерка. Два кислородных у нас генератора находятся тоже при входе, один здесь, другой тут. И по центру вот здесь у нас находится наш инженерный стол. Дальше мы с вами двигаемся, у нас идет небольшой коридор, здесь у нас висят разнообразные плакаты, которые мы с вами собирали. По-моему им самое здесь место. С левой стороны у нас будет находиться вот тут склад, такая складская зона, причем, ну у нас, естественно, смотрите, чемоданчики все просто идеально, как говорится, по линеечке. Но я тут кое-что придумал и начал экспериментировать, скажем так, набивать руку. Дело в том, что можно брать чемоданы и стакать друг на друга, это понятно и так. Но я сейчас пытаюсь, извините, мой французский, придрочить руку так, чтобы они прямо стакались друг на друга идеально ровно, просто, знаете, как стопочка была. Поэтому мы с вами здесь можем поставить несколько этажей, естественно, берешь его, просто спокойно берешь, как на некие, знаете, вот в комоде ячейки. Вот, соответственно, то же самое у нас с вами здесь будет находиться. А что касается этой комнаты, дальше напротив нас встречает такая некая комната чиллаута, но, к сожалению, она очень ужасно работает. Дело в том, что, ну вот смотрите, видите, фотографии падают. Я, правда, потратил почти все ресурсы, которые мы с вами собирали, но душа просила, ребята, вы уж не обессудьте, я реально, я прям не мог. Я хотел что-то построить, я хотел что-то посоздавать, и вот, как говорится, дорвался. Не знаю почему, не знаю как, но, в общем, все объекты с тумбочек падают, с телевизора тоже падает при каждом перезаходе в игру. Здесь у нас с вами портрет деда, здесь у нас портрет, естественно, кто там у нас, дамочку я не знаю, кто такая, но по поводу мужиков мы уже с вами поняли, что это Илон Маск и Стив Джобс. Дальше у нас вот здесь была тумбочка, точнее она так здесь у нас и осталась. Эх, зараза, кривая. Ладно, разберем ее. На ней у нас просто были картриджи, робот и все остальное. Пока я, наверное, это сейчас все делаю так поставлю, потом тумбочку мы... Хотя, стоп. Может быть, сейчас тумбочка сработает у нас? Сейчас еще разочек я попробую. Конечно, я сомневаюсь. Очень сильно. Пол. Вот тумба у нас есть. Вот сюда мы ее сейчас пришпандорим. Блин. А, слушайте, а может быть ее как раз-таки такой стороной попробовать поставить? Может, она не будет переворачиваться, вот как это? Как вариант, кстати. Да? Надо попробовать. Хотя нет, она по-другому, точнее, по-уродски выглядит. Надо разобрать. Это мы ее сейчас уберем. И переделаем. Блок, пол. Декор, господи, вот он у нас идет здесь. Сейчас я ее разверну вот этой стороной. Я не знаю, почему так у нас это все работает, но предметы реально отлетают друг от друга при малейшем каком-то движении игрока, либо базы, либо перезахода в игры. Здесь у нас просто стоял робот, который как раз-таки был около джойстиков. Ой, не около джойстиков, около картриджей. То есть я хочу как раз-таки здесь собрать всю коллекцию. Наушники у нас были на пуфиках, которые находились. Не, нормально, не упало. Блин, за щекан упал, вы посмотрите. Надо его забрать. Вот так вот. У меня вот здесь он сидел с этой стороны. И перед ним стоял пуфик. То же самое картинка у нас была с другой стороны, вот здесь. И на пуфиках стояли джойстики, точнее, лежали джойстики. По итогу, видите, пуфики начали постоянно переворачиваться, все разбрасывать. И в итоге я их удалил. Пока джойстики просто лежат на полу. Книга улетела так далеко, что даже мне вообще ее не достать никаким образом, только если сносить телевизор. Да, у нас также есть, естественно, телек. Мы можем его включить. Но у нас сейчас кассет никаких, по-моему, нет. Поэтому, поэтому да, мы пока здесь ничего сделать с вами не можем. Ну ладно, пускай он будет включенный. И наверху у нас стояла картинка. Воин бесконечности. Он у меня был прямо-таки вот здесь по центру. Но пока вроде все держится нормально, дай Боже. Но это все равно недолго, это вопрос времени. Он был, по-моему, где-то вот так у нас стоял. И как раз-таки с стороны его было видно. Ну да. По поводу вещей, пока что еще не определил, как и где они будут находиться. Но какую-то, наверное, отдельную комнату сделаем. А вообще, ну, моя, собственно, будет комната, где я буду жить. А вообще вот здесь у нас наверху будет идти люк в большую комнату, которая, соответственно, уже будет полностью обставлена, ну, типа для жилья. Значит, дальше мы проходим. У нас с вами встречает еще один большой... О, валяется что-то. Еще одна большая комната. Здесь у нас будут находиться все фотографии, разнообразные плакаты, кусочки тренажерного зала, точнее, что от него осталось. То, что мы с вами находили. И, соответственно, я это хочу как-то здесь обыграть. Но уже просто не было ни сил, ничего, поэтому решил забить немножко болт. Дальше у нас висят, точнее, стоят вот такие, как они называются, ну, в общем, витрины, да. Здесь сразу вся коллекция наших мурло. И вот эти неваляшки. Здесь их можно по-разному выбирать, ставить, какие нам нравятся, какие нам больше интересны будут, какие мы там трусы нашли по ресурсам, по инструментам и так далее. То есть у нас еще сюда одна встанет, как раз таки, и сюда. И мы с вами соберем визуально всю коллекцию по всем предметам, ну, которые вообще доступны в игре. Что касается хмурло, они у нас сами здесь не находятся. Это их просто такие некие резкины. А сами вещички я сделал вообще классные. Я раскидал такие некие пасхалки прямо по базе. Вот. Я, конечно, у меня была изначально мысль просто бегать по базе, и кто увидит из вас тот просто крутой чел, или там, может быть, лайкос пиндюрит, неважно. Но потом подумал, что нет смысла, лучше вам покажу и сделаю даже информацию, почему именно так, а не иначе. Значит, начнем с следующего. У нас сами здесь в этом же коридоре, точнее, в этой же комнате, в этом отсеке, есть туалет. Можно в него зайти. А, вот это косяк уже. Вот это уже косяк. У меня оно просто висело как раз таки с этой стороны. Вот тут. На этой двери. То есть ты сидишь и прямо таки видишь по поводу мыла. Ну, открывается дверь, нет? Блин, стоп, не понял. По идее, да. По идее, должно открываться. Во. Значит, ну что у нас тут на туалете? Во-первых, надо ссать ровно. Хотя, смотрите, а мы наполнение делаем. Значит, попробуем туда пополно отлить. И к чему это приведет, интересно? А, это у нас желтая вода. Серьезно? Вот так она и получается? Я как-то даже и не знал, если честно. Тут у нас лежит книжечка. Долгая жизнь антипрививочника. И лежит физика в 50 томах. Ну, я не знаю, как вы. Я реально ухожу в туалет. Больше для того, чтобы что-то посидеть, почитать там. Ютуб посерфить. Какие-то новости можно почитать. Я реально читаю. Если, кстати, вы читаете в туалетах. Не баллончики там какие-нибудь ароматизаторные. А именно там сидите в телефоне. То плюс поставьте комментарии. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас тут серунов. Включая меня, естественно. Которые сидят и читают в туалетах. Ну, только честно. Не стесняйтесь. В этом нет ничего плохого. Значит, дальше. У нас тут недалеко находится кухонка. Здесь у нас журналы по кулинарии. Все записки, которые мы будем находить, они будут располагаться вот на этой стене. Далее. Умудрился просто идеально ровно впендюрить сюда между микроволновкой и стеной два чемодана. Ну, как вы могли догадаться, естественно, здесь у нас хранится еда, спирт, вода. То есть сюда мы это будем все дело отправлять. Дальше. Что касается коллекции Хмурло. Как раз-таки. О, кстати, я еще не смотрел, чем мы здесь можем готовить. Необходима питательная жижа. А, это то, что мы можем сделать. А, сменить рецепт. А, вот оно как выглядит. Я что-то даже как-то не посмотрел. То есть мед, еда, соль. Прикольно. Что касается Хмурло коллекции. Первые, значит, ребята, которые у нас сидят на кухне рядом с яйцами, которые у нас, помните, шатаются яйца Ньютона. Это петух и корова. Ну, это понятно почему. Это логично почему. Потому что эти ребята у нас такие, часть рациона, часть питания. И они, естественно, сидят какие-то офигеть недовольные. Поэтому они у нас сидят, находятся прямо на столе и смотрят, как что-то мы готовим. Дальше, значит, мы отсюда отправляемся. Куда? Не помню. А, не помню, не помню, не помню. Сейчас надо... А, вон, видите, что происходит? Они разлетаются. Я не понимаю, что с этими тумбочками. Вот просто хрен поймешь. Ладно, потом поправлю. Сейчас не буду уже заморачиваться. Следующая часть, точнее, следующих Мурло у нас, по-моему, был... Так, следующих Мурло у нас... У нас их четыре, по-моему, да, штуки всего было? Да, следующих Мурло у нас сидит вот здесь на электрогенераторе. Это тот самый Енот. Вот видите, он так еще ручками делает. И такой, а давай, что-нибудь взорвем. И на всякий случай, здесь еще одна пасхалочка в виде огнетушителя. Вдруг он оживет или что-то еще произойдет. Кстати, по поводу коллекции Хмурло. Разговаривал с разработчиками. Им интересно. И понравилась, в принципе, идея насчет того, чтобы запустить производство. Такой некий мерч по производству вот этих коллекций Хмурло. То есть, игрушки они сделают. Но это, естественно, будет не сейчас, а может быть, каком-то... Может быть, далеком или, наоборот, недалеком будущем. Но, в принципе, идею они подхватили. Такие комментарии многие люди писали под видосами. Естественно, я это все дело скопировал. Отправил разработчикам. Мне тоже приглянулось. Ну, будут рассматривать. Если получится, я один из первых просто побегу и куплю всю коллекцию Хмурло. Потому что, ну, это просто маска. Вот. Дальше, значит, у нас следующее Хмурло сидит вот здесь. Около нашего инженерного верстака. Развод руки. Ну, типа, ну, что, хозяин, что мы тут создадим нового? Хрен просыше. Ну, в общем, в итоге я посчитал, что здесь для него будет оптимальным вариантом. А так как у нас рядом еще есть исследовательский стол, у нас здесь кусочек мозга. В общем, как-то вот такими у нас тут все дело разложено, раскидано. Поставил, постарался. Надеюсь, вам база понравилась. Если да, втыкайте лайк. Как она выглядит со стороны, я вам сейчас покажу. Выходим отсюда. Надо было поесть и попить еще. Центральный модуль, корпус у нас вот как раз таки идет в усиленных пластинах. Это все из свинца сделано. Дальше. Вот тут у нас идут, это две комнаты. Я сначала думал их сделать на один корпус дальше, точнее, коридор дальше, чтобы они не соприкасались. Но потом подумал, что все-таки объединение вот этих двух комнат в одну большую будет намного интереснее смотреться. То есть, получается, здесь у нас вход идет с этой стороны и вот тут. Такие дела. Ну, а дальше я не отказываюсь от идеи грибка. И мне это, она реально близка и интересна. Я хочу поэкспериментировать ее, сделать, соответственно, вот в этом месте. Будет подъем идти. И тут будет находиться большая комната, где мы будем уже сами чилить, отдыхать. Но это после того, как мы найдем столы, кровать. То есть, это уже будет не сегодня. Ну, и, конечно, это у нас такой некий каркас получился. Дальше уже все наращивания и оформления базы будем делать постепенно вместе. А сейчас нам надо с вами будет пойти перекусить. Дальше надо будет забрать себе некое количество ресурсов в карманы, в виде кислорода. И отправимся дальше путешествовать и смотреть, что у нас тут с вами находится. Кстати, а что у меня там по ломику? 23 прочность. Я понял. Надо, наверное, ем. Раз, два. Раз, два. Это мы, наверное, желтая вода. Ну, это больше ресурс, поэтому, наверное, нет смысла складывать его к еде. Да? Пускай лучше находятся где-нибудь там, где он и должен быть. Например, где-нибудь вот тут. Открыли. Это мы переложим. Скребок мы пока уберем. Да, я когда перестраивал, пришлось полетать, потратить много ресурсов на то же самое топливо, на переделки и так далее и тому подобное. Значит, это мы оставляем. Сканер у нас плюс 9 еще есть. Диспенсер нам сейчас не нужен. Щуп. Две штуки. Пятерка, двойка. Ну, давайте мы, наверное, оставим. Лом этот мы с вами додолбаем. Секатор нам сейчас... Ну, пускай оставим на всякий случай. Дрель плюс 9. И нам надо сделать... А, кстати, слушайте, а там мы с вами как раз-таки открыли бесконечный лом. Надо глянуть, что он из себя представляет. И также надо будет еще сделать... Блин, не то я взял. Переложить наоборот. Раз, два, три. Возьмем. А это мы уберем вот сюда. Раз, два, три. И по поводу прохождения, ребята, я видел... Там было такое некое количество людей, которые писали, что, типа, Серега, очень медленно играешь и все в том духе. Ребята, я играю по кайфу. Я не хочу торопиться. Я готов здесь на одном квадратном метре суетиться и крутиться по 10 тысяч раз. Лишь бы все было по красоте. Мои внутренние. Поэтому, если вам такое прохождение не очень интересно, Если вы спешите куда-то, ну, просто найдите другого для себя, там, ютубера. Сейчас с этим проблем нет. Я реально... Я хочу здесь зависать как можно дольше. Каждую дырочку и смотреть. Ладно, значит, это мы с вами сделали. Теперь... Точнее, это я вам рассказал. Теперь мы с вами должны будем сделать вот что. Ах, нихера себе. Прочность 999. То есть, он не совсем уж и бесконечный. Это раз. А во-вторых, титан, проволока, пластик. Ну, теоретически ок. Теоретически ок. О, интересно. Интересно, интересно. Ну, давайте попробуем. Ага, попробуем. У меня титана вообще нету. Офигенно. Надо пойти подолбить его. Но с этим у нас не должно быть проблем. Почему? Потому что у нас находится где-то совсем тут рядышком. Стоп. Мы мимо нашего мопеда пролетели. Там надо всего-то 4 штучки. Хотя, наверное, можно даже будет его и не собирать. Можно... Ну, в плане долбления. Можно будет просто пролететь над каждым из ресурсов, над каждой из точек. И просто вокруг него там от 1 до 3 уже готовых летает. Где-то вот здесь мы с вами это собирали. И должно быть. Кстати, по поводу фонарика. Да, отдельная тема. Спасибо, что писали и написали. Да, по поводу, что можно включать его, и они будут подсвечиваться. Это офигеть как удобно. Вот как раз-таки сейчас вам это все дело у нас видно на экране, что они у нас светятся белым цветом. Просто подлетел, собрал и пошуршал дальше. Здесь у нас что-то есть из мелочи. Вон еще несколько штучек. Ну, давайте заберем вот эти остатки. По топливу у нас 43. Железо вроде было. Смола у нас вроде как была. Поэтому можно будет... Даже не то, что можно, но нужно будет дозаправить нашу телегу. Наш пылесос летающий. А вот вид нашей базы снизу. Не, по-моему, очень прикольно выглядит, действительно. Осталось только до конца уже доделать направление вот этих грибов. Они мне дико интересны. Причем один можно будет пустить вверх, один можно будет пустить вниз. А внизу какую-нибудь сделать еще одну часть. Ну, может быть, какой-то инженерный отсек, чисто для аккумуляторов и генераторов. Ну, в общем, подумаем. Сейчас пробуем создать его. Снаряжение у нас есть. Инструменты. Вот. Бесконечный лом. Да, и по поводу радиации. Я понял, что я нечто неправильное кое-что сделал. Это у нас действительно по заданию. Поэтому настройки, игра, понизить радиацию, включить, применить. Протокол повышенной защиты активирован. Порог сопротивления радиации повышен. А что, так можно было? Угу. Походу, да, я сам как бы в шоке. Единственное, что я хочу обратно включить порог радиации. А, она у нас пропадает. У нас здесь этого больше отображения нету, да? То есть это чисто в менюшке была добавлена приколюха определенная. Я тебя понял, игра. Хорошо. Сейчас осталось нам только еще сделать камеру, и мы с вами отправляемся дальше в путь. Металл, батарейка, пластик, лампочка. А, кстати, да, хотел бы здесь поставить еще этот самый, ну, наш исследовательский модуль, где мы с вами собираем все вещи, чтобы не бегать вот сюда. Но, к сожалению, они не ставятся в жилые комплексы, в жилые помещения, только вот в инженерный отсек. Ну, а он туда, к сожалению, никак у нас не вставал, поэтому, увы, ях. Так, что нам там не хватало? Я что-то собрал там ресурсы некоторые. Нам требуется... А, батарейка. А, батарейки у меня нету. Они у нас делают из чего? Щелочь. Щелочь я собирал. А, батарейка пошла. А, вы посмотрите, кресла и телек улетели. Ну, как это так вообще? Ну, что за прикол? О, я не понимаю, что происходит с этой игрой. И вот с этими действиями, с этими... Короче, без комментариев. Просто без комментариев. Тогда джойстик я пока положу, наверное, вот сюда на землю. Вот сюда. Так, мне надо... Бардак надо убрать. Сейчас, опять сек. Так, камеру только сделаем. И вот эту фигню надо, получается, разобрать. А, кстати, почему нету возможности не разбирать, а просто поднять и перевернуть как-нибудь? Что за прикол? Странно это очень. Только надо... Только путем разбора. Ладно. Так, телевизор у нас, по-моему, стоял вот... Так, вот вот этой стороной, да. Сейчас его поставим. Обратное место. Получается, просто на него ставить мы сейчас ничего не будем. Во. Установили. Дальше. Включаем. Здесь нет видеокассеты. К тумбочкой перевернулось. О, боже ты мой. Ладно, я с этим буду разбираться уже чуть позже. Пускай пока это валяется таким вот образом. Плакат этот мы, естественно, заберем сейчас. Поставим куда-нибудь сбоку. Чтобы он больше на телевизор никак не реагировал. Вот сюда его воткнем. Ну, а все остальное... Кстати, книгу надо будет просто убрать. Заодно, кстати, да, и книгу мы с вами достали. Тоже неплохо. Вот, надо... Блин, и фотографии деда все перевернулось. Ты посмотри, а. Ужасно. Ну, ладно. Пока так оставлю. Не буду здесь сейчас заморачиваться. Явно не на видосе. Этим тут по хд заниматься. Ну что, у нас с вами камера есть. Анализатор грунта есть. Мы можем с вами отправиться к майонезу. Мы это обязательно сейчас и сделаем. Эти ресурсы я убираю, чтобы они нам лишний раз здесь не мешали. Щуп мы оставляем. Один у нас используется. Дальше у нас вот здесь тройка. Сюда мы назначаем. Ну, гробы пускай остаются здесь. И камеру туда, как всегда, мы ставим на единицу. А, стоп. Сейчас, конечно, еще... А, нет, подожди, стоп. Нет, нормально. Все, погнали. Знаете, что зовут? Смотрите, она ознаком... А, да, кулачок пропал вон в том месте. Ну и шикарно. Где наш великолепный мопед? 42 топлива нам хватит. Надо еще железо будет подсобирать чуть-чуть. И мы сейчас отправляемся. Вот сюда. И дальше будем изучать вот эти квадраты. Ну, ну, единственное, что надо сделать, это дозаправиться кислородом. У нас его не так много остается. Мы к этому товарищу-спортсмену завалимся. Да, тут еще гиря у нас, кстати, была. А, ну мы ее сканировали, да. Окей. Где у нас самопоправка? Вот она у нас идет. И далее выдвигаемся. По поводу ЗАЗа. Я видел ваши комментарии. Ребята, мы обязательно соберем наш Запорожец, но не сейчас. Чуть попозже. Потому что его два варианта. Мы можем либо найти, как многие писали, либо мы можем использовать этот самый, как его, ну, за ресурсы собирать в исследованиях. Ну, пока что-то не очень хочется. Слушай, а мы что? А мы здесь не можем пролезть. А пока здесь нам никак. А где мы там должны были отанализировать? А, ага. Ага. Если шлюз не был... Очень странный состав, но, судя по всему, замерзать майонез не планирует. Также не выявлено никакой опасности для материала скафандра, но я не уверен, что при такой видимости находиться здесь разумно. К тому же плотность состава мешает вам быстро перемещаться. Это да, но я что-то пока не понял. Не, я видел ваши комментарии, что в него можно залезть. А нафига-то нам было вообще нужен анализатор ландшафта? Мы здесь ничего даже просканировать не можем. Вообще ничего нету. Кстати, у нас еще с вами есть две кассеты. Надо их обязательно занести вот этот самый в компьютер и сделать сверху. Я... Стоп, подожди, стоп, стоп, стоп. А как его анализировать? Во. Обнаружены уплотнения. Ничего интересного. Угу. Тут пусто. А как тогда вот сюда попасть там? Прямо через... Через вот это желе, что ли? А, ну по-моему даже не соприкасается. Вы посмотрите. Ничего интересного. Ну тут и фонарик-то даже не поможет. Вообще ничего не видно. Где мы находимся? Я теперь знаю, как выглядит майонез изнутри. Ой, стоп. Провести... А, это провести анализ. Это не то. Здесь бы пригодился мощный анализатор грунта с функцией глубинного сканирования, какие обычно используют биологи и кладоискатели. Ничего интересного. Ну так мы его нашли. Мы его сделали. А почему? И куда? Давайте пробовать еще раз. О, здесь что-то... Как будто мы могли подхватить. Вообще, где мы находимся? Как отсюда теперь выбираться? Точнее, куда заглубиться? А, стоп. А, знаете, как можно попробовать делать? А если мы вот здесь? Мы прямо сейчас упремся в стенку, получается, да? Вот этот корпус. Да. Но, к сожалению... До него никак не добраться там. Хм. Вот это уже интересно. Вообще, выбираемся отсюда, нет? Ну, либо здесь что-то заныкали очень грамотно, либо нас разводят тоже очень грамотно. Блин, вы только посмотрите на это, да? Огромнейшее просто облака. А, вот здесь, может, есть проход, нет? Кесарод сейчас мы используем, да. Ну, вот мы насквозь просто пролетаем. Я чисто силуэтом ориентируюсь. Не, фонарик тут бесполезен. Он вообще ничего не делает. Абсолютно пусто. Абсолютно. А, сейчас сюда теперь, наверное, можем выбраться, нет? Или мы стоим на месте? Не, вроде двигаемся, да? Да. Ну вот мы его пролетели. Вот этот, получается, комплекс. Здесь только обломки. Здесь нету никакого целого строения. Это вот с этой стороны. А, даже вот так вот. Нифига себе, мы оттуда зашли, здесь вылетели. Слушайте, ну, это жесть. Давайте сейчас еще раз попробуем вот тут, конечно, с этой стороны. Мне вот интересно, в этот комплекс же можно забраться или нет? Здесь вон знак вопроса... А, кулачок у нас горит. А кулачок у нас, по-моему, там был, если не ошибаюсь, около двигателя. Здесь хотя бы хоть какие-то пузырики, вы посмотрите, у нас есть. Но мы и тоже с ними что-то сделать не можем. Абсолютно пусто. Глаза просто сейчас въедаются в эту синеву. Пытаюсь хоть что-то разглядеть, хоть как-то что-то найти, но... Но нет. Не в этот раз и, походу, не здесь. Ладно. Выбираемся из этого майонеза. А, вот кулачок. Все-таки 13 метров. Он здесь рядышком. Подождите, стоп. Я думал, это у нас на двигателе. Да черт застрял. Здесь двери, по-моему, да, или что? Плюс. Кажется, целый. Видимо, не замерзнуть к майонезу позволяет поступающий в него газ. О, боже. Охренеть. Да, только вот, конечно, таким вот путем можно... Складывается такое ощущение, что с этим майонезом что-то не так. Помимо несоответствия состава, используется слишком сложная технология для транспортировки подобного биологического мусора. Хотя во всех накладных лайнера данные резервуары указаны именно как майонезные. Ага. Здесь, по-моему, очень много всего не так. Дела валяются. Вода льется. С фонариком, наверное, здесь особо нам даже не будет комфортнее. Наверное, лучше обойти. Этот пылесос не зря называется ракетой. С такой мощностью двигателя на нем действительно можно летать, если обойти некоторые технические ограничения. Туда дальше можно будет пройти. Сейчас, подождите. Пылесос-ракета. Новая схема. Отлично. Теперь мы можем его делать. Он получается, как и наш пылесос, только новый. Ну а почему бы нет? Обязательно надо будет себе его сделать. Хотя, не знаю, либо потратить ресурсы на изучение этого ЗАЗа, либо все-таки его создать. Посмотрим. Меня единственное, что подкупает в этом Запорожце, я просто прочел уже в десертке ваших комментариев, что там бесконечный кислород. Ох, маховку. Невероятно. Это же неизвестно что. Но точно непростой резервуар для хранения пищевых продуктов. Да как минимум. Это что-то крутится, это что-то живое. Собираем ресурсы. Нам сейчас они просто катастрофически необходимы. Я очень сильно просил из-за перестройки базы. Ага, у нас там, кстати, есть вариант что-то нажать. Это прикольно. Главное нажать что-нибудь правильную кнопку. Стоп, чего? Перегорел монитор. Воду сразу в организм. Это мы забираем. Здесь у нас от страны что есть. Подробный план транспортного отсека. Опа, транспортный отсек. Так, ну-ка, давай-ка подсканируем его. Средний транспортный отсек. Транспортный модуль. Транспортный модуль. Ой, нет, там необходимый для постройки. Ой, необходимый для постройки транспорта. Блин, там такой шрифт, ребята, я вообще, Саряныч, я даже вот бинокль сейчас напялил и все равно не вижу. В общем, транспортный отсек у нас с вами появился. Единственное, что можно посмотреть, оптимальный вариант, наверное, даже будет как-то вот здесь. Станция. Нет, не здесь. Снаряжение, ресурсы. А где у нас... А, у нас эта штука должна быть моё. У нас же его нету. Как он называется-то? Диспенсер, да, который будет отвечать за строительство. Комнаты у нас здесь не обнаружены. Сообщение, ресурсы, объекты, объекты, модули. Вот. Средний транспортный отсек. Транспортный отсек с восьмью сменными блоками стен. Подходит для стыковки челноков и собирания коллекции из трёх одинаковых пылесосов. Идеальный вариант для людей с лишними ресурсами. Ну, строительный набор ни о чём, смола ни о чём, но построить его, мне кажется, обязательно надо будет. Дальше у нас кухня есть, это есть, это есть, ледовский стол тоже есть. Здесь у нас, по-моему, нового ничего не появилось. Единственное, что я интерфон до сих пор ещё не поставил, но обязательно с вами это мы сделаем. А вот это мы, кстати, получили, когда я сканировал кактус. Многие про него пишут, что это сканирование на сканировал. Да, когда я ресурсы перевозил, я его забрал. Ой, кстати, слушай, скамья требуется металл. Надо будет обязательно поставить это. У нас для него штанга есть. Резину мы забрали. Я просто особо по модулям не ковырялся. Так, чисто основу каркаса, как говорится, сделал и остановился. Тук-тук. Ребята, мне эта игра дико нравится, вы даже не представляете. И огромный респект всем, кто со мной. Вот просто, вы у меня молодцы. Ой, ё-моё, у нас что, кислород здесь кончается? А, не. У нас здесь он не кончается, но... Что-то мне подсказывает, может, лучше сохраниться? Да, сохранился на всякий случай. А то какая-то эта шаровая молния, огромное количество чего-то непонятного. Ну его нафиг. Это мы круг сделали, да? Да, это мы сделали круг. Ну тогда, получается, у нас сейчас единственный вход, это только... О, здрасте, смола. Забираем. А где вход-то, я так не понял. А, вот это только единственный, да, был. Здрасте. О, великие молекулы майонеза. Тут что-то реально происходит. Вообще, необъяснимо, но факт. Надо лысого себя звать. Пускай разбирается, что здесь у нас. О, смола ещё. Блин, мне сейчас даже больше, наверное, не смола нужна. Я её там наклацал. Нам больше нужна... Нам, точнее, больше нужно железо. Так, товарищу... Зубову. Приказ от командования оставить лайнер без названия в точке 15. Ждать дальнейших указаний. Всё это у нас вырезано. И ЗВ. Хм, понятно. Подлинное подвержение причастности зелёной вселенной в случае... В случившейся катастрофе, хотя приказа взорвать себя вместе со всем лайнером, здесь явно нет. Прикольный, кстати, у них почерк, да, роспись ЗВ и брокколи нарисованная. Слушай, ну, конечно, мы её забираем, потому что... А из данных окрушений лайнера и характер повреждений позволяет с большой уверенностью заявить, что повреждение резервуаров с майонезом из-за остановившейся центрифуги стало одной из причин разгерметизации лайнера и выхода его из варпа. Эти данные подтверждают вероятную причастность зелёной вселенной катастрофе. Да, понятно с этим. Я тоже попал в записке, но мы на кухню повесим. Все данные указывают на то, что майонез не майонез, а резервуар является неотъемлемой частью систем лайнера без названия. Мы обязаны запустить центрифугу даже просто из научного интереса. Похоже, нам необходимо выйти наружу и проверить двигатели резервуара. А, ну у нас было как раз-таки задание, чтобы мы его отремонтировали. Отремонтировали двигатель. Точнее, даже, по-моему, надо не именно отремонтировать, надо его заменить на новый. Вот так там, по-моему, было, да? Ну, ничего страшного, без проблем, обязательно это сделаем. Но сперва нам надо отсюда как-то выбраться. Хотя, стоп, у меня был ремонтный набор. А, у меня его уже нет. Я отремонтировал очень много. Кстати, когда в корпусе появляются пробоины, мы их, точнее, я их заклеивал жвачкой, а после этого ремонтируется уже обычным ключом, и потом сколько-то можно жвачку убирать. То есть я сначала думал, что вот так будет травить везде, залепил его, и все, а жвачка останется навсегда. Но нет. Здесь прямо-таки... Боже, опять через эту фигню. А другого там выхода не было. Но, в основном, через что будем знать, что прямо здесь есть у нас проход. Единственное, что я не вижу, где наш мотоцикл. Где-то был рядышком. Ага, вон он, 150 метров. Отремонтировать двигатель. Вылезли? Нет, еще не вылезли. А, во, все, вылетели. Шикарно, шикарно, шикарно. Вот наш двигло стоит. И как раз на нем загорелся тот самый значок. Сломанный двигатель. А двигатель мы можем делать, поэтому надо будет собрать ресурсы и его обязательно построить. Сейчас тогда давайте дозаправимся кислородом. Ну, мы обязательно сюда еще вернемся. И не один раз. А пока можно сгонять, посмотреть, что тут поблизости у нас. А, сюда мы забраться не можем. Что у нас тут есть еще поблизости из интересного? Потому что, опять же, ковторюсь, для строительства двигателя нам... О, стоп. Нам потребуется большое количество ресурсов, которых у нас сейчас нету. Их надо пособирать. Это раз. А во-вторых, так стоять. Вот это что тоже мы заберем? Не помню, а мы там в нижнем отсеке были или нет? Вон в том. Там, по-моему... По-моему, были. Ну, если нет, сейчас заскочим. Где-то тут еще железо. Пока, наверное, хватит. Дозаправляемся. Что там у нас? А, ну почти что фулка, да. Ну, погнали, посмотрим. Посмотрим все-таки, что там у нас есть. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Все, узнал. Припомнил. Как будто бы нога такая, да? Реально похожа на ногу. Здесь мы с вами были. Здесь у нас как раз какие-то самые были двери, которые мы не могли пройти. Я хочу единицы попробовать через этот мазик. Мы проскочим или нет? Нет, этот мазик нам не... Этот мазик нам не по зубам. Ну, погнали дальше. Здесь у нас огромные какие-то обломки. Я так полагаю, через них мы пролететь не сможем. Да, это просто у нас такой некий здоровый муляж. Нам надо с вами теперь добраться. Вот. Вот, вот, вот. Даже не знаю, куда. Технический пункт. Почти два метра высокопрочного сплава и никаких брешей в системе защиты. Объект секретный, но я успел скачать кое-какую информацию с капитанского мостика. Отсюда можно получить удаленный доступ к ядру лайнера. Это было бы крайне полезно, но проникнуть внутрь не представляется возможным, если только у вас нет бронебойного орудия. А, даже так? То есть нам потребуется уже орудие. Не помешал бы завести такое же для хранения полезных вещей. Что, это маечка? А, это у нас маечка. Слушай, ну давай. А, нет, стоп, это коллекция труселей. Забираем. Конечно же забираем. Пригодится. Ну что, достаем теперь наш бесконечный лом. Можно теперь открывать его. А, слушай, 997 прочности, она не кончается вообще. Слушай, ну это потрясающе. Я уж думал, беда. У нас наконец-таки появились шкафы, походу. Вы посмотрите. И это потрясающе. Это просто великолепно. Так, это у нас есть. Это мы здесь отсканировали. С кислородом, правда, беда у нас. С кислородом. Прямо откровенно будет беда. Здесь поблизости никаких точек у нас нету, если мы будем отправляться дальше. Прыгаем. Ну вот там вот эти лазерные пушки меня что-то напрягают, если честно. Прямо откровенно напрягают. Нет, давайте-ка, наверное, я лучше вернусь, сохранюсь. Вернусь на базу, да. Полностью сохранимся сейчас. Выгрузим ресурсы и отправимся дальше. А то и помирать не хочется просто так. Это раз. А во-вторых, самое главное, что у нас баки полные, то есть карманы. Мы ничего не увезем. А здесь, по-моему, мы с вами не были. Надо было сейчас зайти посмотреть. Только после заправочки. Ребята, знаете, у меня какой вопрос? А здесь есть возможность сделать бесконечную камеру, бесконечный щуп и все остальное бесконечное? Или только лом? Вон, с Чак Норрисом. Это мы заправили. Сейчас вот здесь, пацаны-ка, еще посмотрим, что у нас тут есть интересного или полезного для нас. Здрасте. А, нифига себе. Здесь просто огромное количество флама. Черт, это меня не унести. Давайте, наверное, это я съем. Это я выпью. А, наверное, так еще сделаю, да. Ресурсы-то важнее, чем трусы. О, кстати, трусы. Еще одни забираем. Трусы для работы с паяльником. Заклепки из припоя, внутренний карман для флюса и прочное внешнее покрытие. Практично, хотя я могу ошибаться с назначением данной спецодежды. Лампочку мы тоже заберем. Она для нас важнее, чем еда. Еду мы можем теперь уже сделать. И вроде как... Плюс один объект мы с вами полностью изучили. Где мопед наш? Может быть, и ракету есть смысл сейчас сразу сделать, которая у нас пылесосная. Как вариант. Шикарно. Опять дом, милый дом. Надо сейчас будет сразу разгрузиться и посмотреть сейчас еще по поводу строительства. Так, а что нам там требуется? Объекты, станция... А, скорее всего, здесь мы его построить не сможем, да? Нам потребуется, наверное, Е как раз какой-то тот самый технический модуль. Он у нас делается... Сейчас посмотрим, из чего. Требуется смола и строительный набор. Энергия, кислород, шанс пробойные. Так, и нам потребуется еще... Строительный набор еще для одного коридора. Который мы куда будем выводить? А, мы, кстати, стыковочный отсек можем сделать внизу, а комнату нашу наверху. Как вариант. Сейчас я иду быстренько еще выгружу. Мы убираем. А, труселя, блин, забыл, зараза. Труселя, естественно, пока вот сюда мы выгрузим. Во. Записку вот так. Вот сюда ее. А, а, хотя нет, нормально вешается, да. И пойдемте посмотрим, что у нас по итогу туда сейчас получится. Минус... Сколько там кислорода у нас еще раз? Здесь у нас кислород минус четыре. А, нам потребуется кислородная станция еще одна. Блин. А, куда нам ее поставить? Интересно, в нее она будет устанавливаться или нет? Если да, то это круто. Но что-то не подсказывает навряд ли. У нас по энергии-то мы вывозим, по кислороду не вывезем. Минус четыре. И еще минус семь. А здесь у нас, кстати, нам не надо будет, может быть, ее ставить. Мы можем сделать лестницу без коридора. Точно. Мы просто получаем минус семь. Но все равно мы получаем минус единицу отсюда еще. Черт, а? Прямо плохо. А энергии у нас сорок пять. А сколько нам каждая штука из них, интересно, дает? Здесь не написано, да? Хотя, стоп. Написано, наверное, это вот здесь. Так, 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 так. Во. Энергия пятьдесят. То есть, если мы сейчас один даже отсюда снимем, у нас по-любому будет, опять же-таки, минус... В минус пять. Не, ну тут, походу, нам требуется еще один отсек. Куда мы с вами это будем все устанавливать? Ладно, я думаю, тогда, наверное, Е я это сделаю чуть позже. Сейчас мы выгрузились. Я сейчас еще заберу одну свечу. И погнали посмотрим все-таки, что у нас там есть. Извините. Или, блин, попробовать построить ее. Прям дилемма. Сейчас я, в общем, решил. Быстренько подготовлю ресурсы. И вместе с вами тогда это все сделаем. Буквально надо подфармить немного. Или, знаете, даже наоборот мы сделаем наверху. Сделаем стыковочный корпус, отсек. А снизу у нас будет комната. Как раз-таки в нашей комнате не будет тогда дырок в полу. То есть, мы будем просто сверху спускаться вниз. И у нас будет наша комната. Да, вот так, наверное, сделаем. Вот я ресурсы складываю уже на те модули, которые нам потребуются для строительства. Сейчас я генератор такой еще сделаю. Ну, вроде как, все собрал. А, значит, сейчас я проверяю еще разочек. Значит, на что у нас должно сейчас хватить ресурсов. Во-первых, открываем вкладку. Средний транспортный отсек на него хватает. Самолаз строительный набор есть. И плюс это один строительный набор у нас имеется. Дальше я делаю два блока сразу, там энергогенератор. И делаю... Так, делаю... Хотя, стоп, подожди. Это не будет работать. Короче, только сейчас я понял, потому что здесь у нас значок как раз-таки технического отсека. А здесь у нас отсек транспортный. То есть, у нас не получится его пришпандорить. Нам надо будет с вами сделать от него ответвление тогда, получается. Прямо под ним мы можем сделать еще один корпус. Вот здесь. Так, сейчас, подожди. Что у нас там требуется еще разочек? Электрика, да? Где-то у нас она былась, не ошибаюсь. Вот. Есть. Возьмем несколько штук сразу же. И надо теперь понять, куда мы его будем устанавливать. Прямо здесь полу, конечно, ставить не вариант. Можно здесь. У нас здесь будет дырка. Тоже не вариант. Хотя, может быть, ее поставить вот сюда. Здесь у нас будет спуск. И там у нас будет большой пол, открытый как раз-таки, для того, чтобы нам здесь ничего... Кстати, да. Вот если мы здесь сделаем спуск под аккумуляторами вот этими, да? Под генераторами. Тогда, соответственно, у нас с вами там будет большое пространство. И все стены будут наши. Мы там поставим плюс кислородники, плюс генераторы. Во. Сейчас, извините, надо проверить и посмотреть, как это будет вообще выглядеть со стороны. Но база будет большая. База реально будет становиться все больше и больше. Нам тогда требуется вот эта штука сейчас. Она сюда встает. Она сюда идеально встает. Устанавливаем. И теперь момент истины. У нас должна вот эта хероблудина будет встать вот здесь. До тех пор, пока у нас, конечно же, не появится более крупных модулей. Родник, я встань, пожалуйста. Нет, не так. Не встает. Ты смотри, никак. Только центр встает. А я не хочу центром. Я хочу боком. Понимаешь? И как мне тебя подогнать тогда? Слушайте, у меня есть идея. У меня есть идея. Сейчас, пятик. Мы ее ставим вот сюда в центр. И сюда же ставим строительный набор. Не хватает, зараза. Во. Сделал. Значит, смотрите, как мы с вами поступим. Мы сейчас воткнем сюда этот инженерный блок. Прямо по центру, раз он не хочет у нас по-другому никак устанавливаться. Вот сюда мы тебя ставим. Во. А дальше задача следующая. Нам надо будет вот сюда. Сейчас воткнуть. Еще один корпус. Вот этот. Вот сюда. А этот мы теперь удаляем. Кто молодец? Мы молодец. И вот такая у нас, получается, здесь будет идти база. Также мы, кстати, ее должны будем еще загреть. И закрыть, чтобы она тут у нас уже ничего не мешала. Понятно, что, наверное, из-за этой кишки здесь не особо это смотрится. Но я что-нибудь придумаю. Я здесь что-нибудь установлю. Может быть, даже мы поставим вторую сюда трубу. Два будет спуска. Строительный набор требуется, да? Хотя нет, он будет мешать. Зафига нам здесь дыра еще одна нужна. Так, с одной стороны, находится и ладно. Спускаемся. Работает. Работает. И огромное количество мест как раз-таки для нашего строительства. Нам нужны сейчас блоки. Энергогенераторы у нас как были по этой стороне. Стоп, это энергогенератор я выбрал или нет? Да, электрогенератор. Мы его устанавливаем вот сюда. И второй блок у нас, получается, идет кислородный генератор. Мы будем кислородники ставить вот здесь. Во. Кислород у нас пошел, да. А то как раз кислородам мы начали проседать. Шикарно. Теперь нам надо будет еще сделать с вами строительные наборы. И можно будет ставить... Что у нас там по энергии? 41 кислород, 72 энергии. Слушай, неплохо. И мы сможем поставить теперь еще себе для техники. Вот сюда мы с вами выведем выход для нашей комнаты. А вот сюда мы с вами поставим коридор для этого модуля. Так, сейчас заморочимся. Установил. Точнее, произвел. Погнали строить. Значит, где у нас будет инженерный отсек? Наверное, прямо там его нет смысла на перекрестке ставить, да? Хотя, стоп. А у нас как раз будет ровно над этими. Тогда отбой. Отбой. Мы ставим его туда вот сюда. А, он здесь не хочет вставать? Серьезно? Они не ставятся в коридорах? А, вот здесь ставятся. А, здесь мешает ему вот этот уплотнитель. Слушай, ну мы тогда его разберем. А, сейчас встанешь? Родненький, умоляю. Отлично. Он у нас сюда устанавливается. Идеально ровненько, да? И наша теперь задача поставить сюда... Блин, смола закончилась. Ну как так-то? Сейчас есть. Сейчас есть. Погнали. А, стоп. Подождите. А сколько мы там получим? Сейчас получается в минус по ресурсам... Не, по ресурсам, по производству. Энергия 10, кислород 7. Энергия 10, кислород 7. И шанс пробоины минус сколько там процентов для нас вообще не проблема. Потому что мы это все сделаем. Передача у нас с вами вроде как вернулась... Вернулся свинец. Следовательно, мы сможем доукомплектовать какой-нибудь еще кусочек базы. Например. Например, например, например. Блок возьмем вот этот. И поставим защиту дальше уже куда-нибудь... Ну, по комнатам так и будем двигаться. А, вот здесь он не ставится, да? И здесь не ставится. А с этой стороны... Тоже не ставится. А вот здесь уже ставится. Ну, и отлично. Это сюда мы и поставим. Как раз-таки около кухни. Больше пока свинца у нас нету. Но ничего страшного. Инженерный отсек. Прямо в самом центре. У нас он будет находиться с разворотом вот так вот. О! Просто пюфик. Как я как раз-таки и хотел, чтобы у нас с вами было здесь. Вы посмотрите, какая у нас охеренская база получается. Все так гармоничненько, все так складненько. Есть, конечно, еще на чем поработать. Мы обязательно это сделаем. Но сначала надо посмотреть, что у нас там вообще в нем находится. Таки бежим, бежим, бежим. Бат, здесь поднялись. И мы здесь наверху. А, нифига, здесь нету. Зато мы теперь можем здесь что-нибудь установить, что позволит работать исключительно как раз-таки с этим корпусом. Здесь у нас пока таких моментов нету. Декора тоже нет. Потолок, полок другое. Модули. А у нас больше, к сожалению... А где тогда собирать ракету? Я не понял. Я думал, где-то здесь у нас что-то появится. А у нас такого нет. Зато шкафы есть. Вы посмотрите. Скажешь, можно хранить вещи. Гораздо мне титан и магнит требуется. Ну-ка. Блин, я все-таки смотрю на эту ножку. Может быть, все-таки доделать вторую или нет? Что думаете? Вот сюда поставим вторую, чтобы они хоть как-то симпатично смотрелись. Вроде и можно. С другой стороны, просто мешать это будет. Ну, ладно. Давайте, действительно, дам науткуп вам. Если вы захотите, если вы поддержите эту идею. Если нет, скажите так, нет. Нафиг, не надо. Пускай лучше будет одна дырка. И ладно. Значит, блоки. Где у нас магниты? Сейчас я соберу. У нас их тут несколько штучек. Ой, не то. Разобрал. Нам это пока не надо. А здесь есть магниты, нет? Нет. Ладно, давайте пробовать ставить его. Блок, шкаф. Вот сюда у нас влезает. А в уголки... А, в уголок его, кстати, не поставить. Здесь только две штуки у нас будет, да? Ну, давайте для пробы поставим. Слушайте, а прикольные шкафчики. Открыть. Прикольно. Это реально как контейнер у нас работает. Слушайте, ну это очень круто. Нам тогда чемоданов такие количества здесь будут не нужны. Я их просто переставлю уже в другое место. Куда-нибудь, наверное, е... Ну, вот здесь они будут находиться по углам раскиданы. А здесь мы лучше шкаф поставим полноценный, большой. У него же места... Там дофига места. Столько же, как в чемодане, кстати. Хм. Ну, да, наверное, имеет смысл. Оу. Да, уж я позаморачивался. Попеределал. В общем, сундуки я решил. Точнее, сундуки чемодана я решил. Буду так просто их в ряд выстраивать. Они у нас пойдут вот по этой линии. И сюда дальше пойдут. По-моему, офигенно зашли. Может быть, они, конечно, не совсем вписываются в том смысле, что двери не открыть будет. Но здесь это больше такая, знаете, визуалка. Да и с другой стороны, это очень даже неплохо. Потом я чуть позже, наверное, заморочусь. Их вот здесь просто столбиками выстрою. И все. Сейчас я пока их решил поставить вровень здесь. И аналогичная петрушка у нас будет еще с этой стороны находиться. Все. Я думаю, на этом моменте я эту серию закончу. О, боже мой. Это все такой бардак. Вот это все разлетается. Ну, кстати, у дед пока стоит. Это хорошо. Ну, давайте, наверное, в конце этой серии сейчас мы посмотрим, как выглядит наша база со стороны. По-моему, выглядит она очень-очень даже неплохо. Но у меня есть какое-то ваше интересное мнение по поводу ставить сюда трубку нам, такую же ножку, вот в это место. Или все-таки забить болт. Пускай будет так. Все-таки лучше у нас там будет ровный пол, нежели здесь какая-то дополнительная нога. Ну, и снизу, естественно, мы также сделаем еще одну кишку дополнительную. Прямо вот под этим сектором, где у нас с вами будет находиться уже наш жилой отсек. Вот такая вот у нас вот база. И вот такая у нас получилась серия. Если понравилось, стыкайте ролику лайк. Если нет, стыкайте диск. Если есть подсказки и советы, обязательно пишите их внизу в комментариях. Особенно по поводу сборки дрондулета. Что-то я так вообще не курил. Как и где нам его собрать. Не встречается, скорее, примещение способ добычи крафт. А может быть, нам надо его сначала полностью вот здесь изучить. Только потом у нас он может появиться. Вот тут. Ну-ка, ради интереса сейчас глянем. Здесь у нас он пропал. Да. Но как нам его сделать? Я не вижу. В упор. В упор не вижу. Ну да, здесь его нет. Ладно. С этим мы порешаем. Пока покатаемся на пылесосе. Ну и будем, да, параллельно, наверное, все нам заморочиться исследованием для нашего запорожца. Все. Всех поднял, обнял. До новых встреч. Всем пока. Не забывайте, да, лайки, дизлайки. Мне это очень важно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok